Всем привет, наши дорогие зрители! Вы попали на канал Владислава Измерсина. В сегодняшнем видео речь пойдет о плюсах и минусах турецкой кухни для иностранцев. Опять же, мы будем говорить только за себя. Что нравится или не нравится нам? Например, любой закусочный в Тантуни, допустим, как правило, или из Кандер-Донер, когда вы придете отведать, то там вам подадут один и тот же салат. То есть капуста двух видов нарезанная, красная и белая, огурцы, помидоры. Сильно толсто нарезанная капуста. Вы можете положить, конечно, туда оливковое масло, гранатовый соус и обязательно полить лимоном. Например, мы уже говорили о том, что мы не любим кислятин. Вот не люблю я это все кислое. Не привыкли мы. Да. Может, потому что, не знаю, как-то у нашей такой культуры нету, да, правильно, что мы все поливаем лимоном и едим. И вот во всех кафе вам подадут одну и ту же закуску в виде салата. Есть такая вот альтернатива вот этому салату, который вот везде традиционный подается. Это чабан-салат. Это просто огурцы, помидоры, лук туда входит. Посыпано это все перцем так вот. Хорошо посыпано. Что ж в одном месте печет от перца. Оливковое масло и опять-таки гранатовый соус. И все это поливается обильно лимоном. В общем, турки вот так вот любят вот такое все кислое. Мы это не любим. Ну, опять же, мы в каждое заведение, когда приходим, мы сразу говорим, что так, нам лимона не надо, нам не нужен лимон. Только немного гранатовым соусом, оливковым маслом и посолить все. То есть это как бы можно есть. Тантуни в Турции, не все хорошие тантуни в Турции. Есть хорошие кафешки, вот, а есть не очень. Тантуни есть вкусные, а есть невкусные. Бывало такое, что даже в центре, мы приходим в центр, в кафе покушать тантуни, и вот там вот я наблюдала антисанитарию, даже таракан вот бегал по столу. Мы, конечно, позвали администратора, сказали все это ему. Ну, неприятная, конечно, была ситуация такая. Вот, так что тантуни здесь, не в каждом кафе вы отведаете хорошие вкусные тантуни. То есть нужно знать эти кафе, где продаются хорошие тантуни. Например, Айден Тантуни, вот, там вот хорошие тантуни, нам нравится. Также помимо Айден Тантуни, еще в районе позже, но также очень, ну, в общем, в каждом районе есть филиал Сали Уста Тантуни называется. Вот там еще вкусный тантуни, такой сочный, можно кушать. Кебаб также нужно смотреть, смотря в каком кафе есть вкусный кебаб. В основном дается вот много хлеба, такого вот лаваша, перченого и уже в масле. И там совсем немножко мяска, совсем немножко мяска. Халил берет двойную порцию или полуторную порцию, потому что очень мало мяса. Также у нас очень популярно, рядом с Мерсином расположен город Адана. И у нас очень популярный Адана-кебаб. Вы знаете, я была и в Мерсине, и в Адане, и была в заведении, ела, значит, здесь Адана-кебаб, и в Адане-Адана-кебаб, и знаете, они отличаются. Адана-кебаб в Адане намного сочнее и как-то по-другому подается. Он даже немного шире и в овощах, то есть там баклажан, помидоры, то есть намного как-то, мне кажется, вкуснее, разнообразнее, чем в Мерсине. Поговорим насчет кефте. Это котлеты. Кефте – это котлеты, да, по-турецки. Лично мне в Турции не нравятся ни одни котлеты турецкие. Вот, например, чикефте – это просто для меня аут какой-то. Они делаются из булгюра, очень много туда ложится перца, очень. Они прямо вот такого оранжевого цвета, без мяса. Они в основном подаются как закуска. Вот я вижу вот закуска, например, к раке идет, вот эти вот чикофте. Абсолютно, не знаю, как для меня они абсолютно невкусные. Дальше вот у нас на канале есть это видео с котлетами, которые внутри вот ложится рис, то есть мясо, потом отваривается рис. То есть это как наши тефтели, да, только без томата. Но они постные. Без подливых. Только они без подливых. Но они немножко постные, потому что они из говядины. То есть жира там нет, и они как бы невкусные, а просто постные котлеты. Мы всегда делаем наши украинские котлеты. Мы их очень любим, они вкусные. Даже вот взять вот с филе, понятно, что здесь нет свинины, были бы, конечно, еще вкуснее. Но если взять куриное филе, то с куриного филе тоже очень вкусные наши украинские котлеты. И я считаю, что они намного вкуснее турецких. Но это лично мое мнение. Долма. Долма, это как наши голубцы, только у нас в капустных листьях. А в Турции это делается в виноградных листьях. Ну, как по мне, мне абсолютно не нравится это. Никаким по вкусовым качествам мне не нравится. Мне больше нравятся, конечно, наши голубцы. Но опять-таки, на вкус и цвет. Поговорим о бюреке. Бюрек это с турецкого переводится как пирог. В основном, там, в основном начинка этого пирога из сыра. Кислый соленый сыр. Опять же, мы когда хотим сделать бюрек, мы покупаем творог, сахар. И еще можно либо самим сделать тесто, либо купить в Мигросе тесто. И, значит, мы себе делаем послаще этот бюрек. Вот. Ну, Халил любит соленый. То есть, вот все они любят соленый бюрек. Мы любим сладкий. Хотя есть бюреки, которые мне нравятся. Со слоеного теста бюрек. Вот в одном кафе мы пробовали на завтрак. Да, он неплохой. Не такой кислый, как вот эти вот все традиционные бюреки. Но опять-таки, кто к чему привык? Также есть бюрек. Помнишь, мы покупали в Мигросе, делали. Нет, фарш ты делала сама. А тесто, значит, покупали. И вот тоже более-менее было вкусно. То есть, вы можете либо сами сделать тесто, либо купить в Мигросе, либо в другом любом магазине. И сделать фарш говяжий, туда добавить лук, то есть все перемолоть. И начинить вот эти вот бюреки и запечь в печи. То есть, очень даже вкусно и сытно. Поговорим о таком турецком блюде, как искандер-донер. Мы очень часто, вы по моим видео можете посмотреть, что мы постоянно входим в закусочную. Гюн-до-ду, искандер-донер называется. В Мерсине есть филиал в Мезетли в нашем районе и также в Чарши. Может быть, где-то еще есть. Ну, как бы мы вот часто ходим, либо на Чарши едем, либо же сюда. Искандер-донер это такое блюдо. Подается, значит, сначала хлебные лепешки, сверху нарезанная говядина ломтиками, подается с йогуртом и со специальным соусом. То есть, это очень вкусно и сытно. Далее поговорим о супах. Ну, как мы привыкли, да, в Украине есть там супы. И с вермишелью суп, и с грешневой крупой суп. В общем, там курочка внутри, картошка, зажарка. В общем, такой классный наваристый супик. Здесь они суп не едят, а пьют. Называется черба и чмек. То есть, они пьют суп. Почему? Потому что здесь они, в их понятии суп, это крем-супы. То есть, сначала все ингредиенты варятся, а потом взбиваются в блендере. Ну, например, более-не-менее я ем лично суп. Это мерджимек чербасы. Это суп из чечевицы, картошки, лука. То есть, все это нарезается. У меня, кстати, есть рецепт на канале. Нарезается, варится, потом взбивается в блендере. И, значит, естся. Также есть очень и очень много здесь разных супов. Ну, просто они на вкус отвратительные лично для нас. Мы вообще не привыкшие к этим супам. Единственный еще суп я ела и в Украине. Но здесь, я думаю, он такой же, только они добавляют туда лимон внутрь. Это грибной суп. То есть, это еще более-не-менее. Но все остальные, все остальные супы, они все кислые, соленые какие-то. В общем, вообще, мы на вкус не воспринимаем эти супы. И еще, как правило, они поливаются сверху лимоном. Да, чем больше, тем лучше. Далее мы поговорим о турецких солениях. Называются они туршу. Как правило, идет вот такая вот банка, например, литровая, полтора литровая. И так все вместе. Помидоры, фасоль, цветная капуста, огурцы, перец. И все это неимоверно кисло и соленое. И очень перченое. И очень перченое. То есть, ну, конечно, естественно, они здесь к этому привыкли, но мы не привыкшие. Моя бабушка, мамина мама, когда делает соленье, это сладкие, вкусные огурчики, либо помидорчики в отдельных баночках. Это настолько все вкусно. И целую зиму в Украине мы едим эти соленья с любовью, с радостью. То есть, каждому блюду мы подаем эти соленья. Здесь же мы не притрагиваемся даже, потому что здесь нет наших аналогов. То есть, только единственный выход делать это все самим. Естественно, ну, например, в Украине можно даже те соленья, которые мы любим, можно найти в магазинах. Здесь, конечно же, этого нет. В общем, дорогие ребята, вот такое вот видео у нас получилось. Мы назвали минусы, основные минусы и плюсы. Турецкая кухня для иностранцев, в частности, для нас. Вот, возможно, для вас, конечно же, больше плюсов, чем минусов. Ну, это сугубо наше личное мнение. Спасибо большое вам за просмотр. Ставьте палец вверх, подписывайтесь. Увидимся в следующих видео. До свидания.